Добрый день! Перед нами простейший бандаж кубика 3х3. Его особенность в том, что жестко закреплены между собой угол, три ребра и три центра. Тем самым образуя вот такой вот блок 2х2х2. В связи с этим при вращении есть некоторые ограничения. Не всегда можно делать движение двойного слоя. С этой стороны можно, с этой только один. Движение отдельных граней тоже не всегда возможно. Ну и средний слой ни в каком положении вращать не получится. В юзет куб можно купить уже готовый. Сделать самому при помощи обычного кубика-робика скотча или клея. Либо можно воспользоваться бандажным набором от компании Куб Твист, как это сделал я. При помощи этого набора можно сделать много разных версий бандажных кубов. И не ограничиваясь только версией фьюзет. В этом видео я расскажу, как собирается данная головоломка. Причем постараюсь сделать так, чтобы это было понятно и тем, кто владеет кубиком 3х3 на начальном уровне. И было интересно тем, кто владеет методом Фридрих. Этапы сборки здесь такие же, как в обычном кубике Рубика. Начинаем с креста. И здесь это сделать не сложно, поскольку нужно поставить всего лишь два элемента. Зеленый и оранжевый. Я рекомендую начинать либо с белого цвета, либо с синего или красного. По обычаю буду показывать с белого. С остальных цветов собирать будет не так удобно. Если мы собираем белый крест, нам достаточно доставить оранжевое ребро и зеленое ребро. Для этого совмещаем ребро со своим центром и ставим на свое место. То же самое делаем с зеленым. Крест получается сразу правильный. Уже готова одна пара. Так называемый X-кросс. Из неудобных ситуаций здесь может возникнуть что-то вот такое. Но оно легко решается. То есть, если мы обычно бы сдвинули нижний слой, потом поставили это ребро. А здесь это невозможно. Либо подняли бы левую грань наверх и опустили. Что тоже не получается. Здесь же мы просто повернем фронтальную. Тем самым у нас поднимется вверх. Отведем в сторону. И через правую грань тоже свободно вращается. Опустим зеленое ус. И поставим оранжевое на место. Все здесь достаточно интуитивно. И легко решается. Сборку первых двух слоев сначала покажу методом для начинающих. Фридрихом чуть попозже. Для начала будем собирать первый слой. Нам нужно поставить три угла. Это белый, зелено-красный. Белый, зелено-оранжевый. И белый, оранжевый-синий. В моей расцветке это так. На других моделях может быть по-другому. Но принцип тот же. В первую очередь мы расставляем те углы, которые находятся рядом с этим блоком. Например, здесь белый, зелено-красный. Ищем его. И с ним совершенно никаких проблем. Как и в кубике 3х3, обычный пиф-паф позволит нам опустить его вниз. В данном случае три пиф-пафа. Кубик находится снизу. Дальше ищем уголок, который располагается с этой стороны. Это белый, оранжевый, синий. Белый, зеленый, оранжевый собирать пока не будем. Соберем его позже. Находим. Вот белый, оранжевый, синий. В обычной ситуации мы бы просто сделали пиф-паф. И он поднялся бы наверх. Мы его тут разворачивали бы. Но движение правой грани в данном случае сблокировано. Поэтому просто перехватываем кубик так, чтобы блок оказался справа. И будем работать левой грани. Сделаем пиф-паф, но слева. Вот кубик у нас становится в удобное положение. Делаем все то же самое, что и с этим уголком, но через левую руку. Левый пиф-паф. Мы сделали один. Уголок опустился вниз. Второй. Поднялся вверх. И третий. Все опустилось. Собран этот уголок и этот. Можем, конечно, этот собрать. Но это делать в данный момент не обязательно. Поэтому я пока уберу. То есть на этот угол здесь никаких ограничений нет. Но я его собирать сейчас не буду, поскольку впоследствии мы можем его разрушить. Собираем дальше второй слой. Опять же начинаем с тех ребер, которые находятся рядом с блоком. У нас это зелено-красное должно быть и оранжево-синее. Ну, зелено-красное нахожу вот здесь. Подвожу его к своему центру. И если использовать алгоритм из моего видео по методу для начинающих, то там необходимо сделать следующее действие. Отвести в сторону, приподнять, вернуть, опустить и загнать пару на место. Мы бы с радостью все это здесь сделали, но левый грань здесь не крутится. Поэтому мы будем использовать другой алгоритм. Его многие авторы показывают в своих обучающих видео. Он не во всех случаях удобен. Но в данной ситуации он нам поможет. Его называют либо ромашка, либо лесенка. И во всех своих видео про шейп моды 3х3 я говорю, что его не нужно применять. А здесь он как раз пригодится. Смысл тот же. Ставим ребро таким образом, чтобы нижний цвет совпадал с центром. Переводим под правую руку. Ну, чтобы все это было с правой стороны. И если нам вот это ребро нужно поставить вот сюда, то есть к себе, делаем следующее действие. R' U', R' U', R'. 5 движений в одну сторону и 5 движений в другую сторону. Так называемая ромашка. Это ребро появляется здесь. Посмотрим с другой стороны. Нам нужно оранжево-синяя. Видим. Синяя-оранжевая. И если мы будем ставить вот сюда, то здесь блок. И у нас эти движения не получатся. Поэтому нам определенно нужен оранжевый цвет снизу. Для этого ребро достаточно развернуть. А чтобы его развернуть, мы будем использовать вот этот слот. Поэтому мы сюда уголок и не ставили. Возьмем так, чтобы блок был сзади слева. Свободный слот перед нами, справа. И нужное ребро, которое необходимо развернуть. Он был, к примеру, вот перед нами сверху. Делаем R' U', R'. Ребро опустилось вот сюда. Теперь нам нужно его поднять так, чтобы оранжевый был снизу. Для этого можно делать F', U, F. И оранжевый цвет теперь совпадает с центром. Таким образом мы легко разворачиваем ребро. Теперь, если нам это ребро нужно поставить вот сюда, то есть вправо. Если мы возьмем вот так, то это получается от нас. Формула ромашки делается только из положения, когда нужное ребро располагается справа. Мы делаем похожую комбинацию, что в прошлый раз, но движение наоборот. Сначала движение по числовой стрелке. R, U, R, U, R. Пять раз. Потом против числовой стрелки. U', R', U', R', U'. Для многих эти комбинации знакомы, поэтому подробно останавливаться не буду. Формы будут написаны внизу экрана. В случае, если необходимо развернуть ребро, которое устанавливается слева, мы поступаем точно так же. Устанавливаем свободный слот, ну, зелено-оранжевый, справа, спереди, блок, сзади, слева. Нужное ребро на фронтальной грани. Видим, красный и зеленый не совпадают, поэтому нужно развернуть. R, U', R'. И поднимаем отсюда так, чтобы зеленый был снизу. F', U, F. Ну, дополнительный ход U'. Это не единственный способ развернуть ребро. Интуитивно можно придумать еще несколько. Выбирайте то, что вам удобней. Ну, а дальше отсюда делаем опять ромашку. Держим справа. Если на себя. При движении в эту сторону. При движении в другую сторону. И вот все получилось. Ну, а теперь, когда у нас собраны углы ребра рядом с блоком, мы можем собрать и здесь. Здесь никаких ограничений нет. Собираем любым известным вам способом. Ставим уголок обратным пиф-пафом. Ну, и ставим ребро. Я ромашки не люблю, поэтому поставлю вот так. Ну, кто как умеет, так пусть и ставит. Собирать при помощи EFTOIL здесь значительно проще и интереснее. Поэтому всем рекомендую освоить. Но опять же, начинать мы будем с пар, которые находятся рядом с блоком. Это зелено-красное и оранжево-синее. Находим элементы пары. Любым способом собираем пару и поставимся установить ее на место. Вот у нас зелено-красная пара собралась. Хотим ее поставить, но, опять же, движение левой грани нам недоступно. Что же делать? Очень похожие действия, как и в предыдущем случае. Устанавливаем пару вот в этот слот любым способом. К примеру, я поставлю ее вот так. И отсюда достаем пару так, чтобы ребро, опять же, совпало с центром. То есть, зеленый должен быть снизу. И вот такая у нас пара. И уже из такого положения, когда нижний цвет совпадает со свободным центром, мы легко пару установим. Ну, конечно, в данном случае доступен только вот такой способ. Можно R'F, но движение F здесь недоступно. Поэтому U, R, U', R'. Собираем вторую пару. Это сине-оранжевая. Вот хочется вот так вот сделать, но все, недоступно. При помощи движения фронтальной грани выводим пару наверх, так, чтобы оба элемента были сверху. Здесь, ну, любым способом ее разбиваем. И пытаемся загнать как трехходовку. Видим трехходовка. Но, опять же, движение правой грани нам недоступно. В этом случае просто собираем ее в свободный слот зелено-оранжевый. И отсюда можем достать как угодно, конечно. Но, опять же, мы получим ограничение и не сможем ее установить на место. Поэтому, если уж нам пришлось собирать в свободный слот, то достаем ее, опять же, чтобы цвет центра свободного был снизу. Вот здесь оранжевый. Значит, оранжевый должен быть снизу. То есть, достанем пару вот так. Ну, отсюда уже пару ставим на место. Для сборки зелено-оранжевой пары нет никаких ограничений. Это можно сделать любым способом. К примеру, вот так. В некоторых случаях зелено-красная пара и синяя-оранжевая пара не вызовут у вас затруднений. Поскольку далеко не всегда нам требуется движение правой грани для того, чтобы пару загнать на место. К примеру, в этом случае мы видим трехходовку, которая без всяких проблем спокойно становится на свое место. Да, бывает и так. Удивляться этому не стоит. К примеру, здесь готовая пара с этой стороны без всяких трудностей сразу становится на место. Переходим к ориентации верхнего слоя. Опять для начала расскажу методом для начинающих. Потом при помощи алгоритмов Джессики Фредриха. Здесь мы увидим знакомые ситуации. Палка, галка и точка. Для того, чтобы их решать, мы всегда располагаем блок сзади слева, чтобы у нас были свободные движения R, U, F. И этих движений нам вполне достаточно для того, чтобы из любой ситуации сделать крест. К примеру, вот палка. Как из обычного кубика 3х3. Делаем движение фронтальной грани. F. Пиф-паф. F-штрих. И получаем крест. Если у нас галка, нам опять же ничто не помешает сделать движение фронтальной грани. Либо два пиф-пафа, либо один обратный. Опять же получается крест. В случае, если у нас точка, мы делаем то же самое, как на кубике 3х3. Сначала что угодно, либо палку, либо галку. Сделаем фронт пиф-паф. Получится галка. Ну и потом делаем галку. Я сделаю через обратный пиф-паф. Поскольку кубик не скоростной. То есть при правильном расположении куба, то есть при свободных движениях R, U, F, сделать крест можно точно так же, как на обычном кубике 3х3. Чуть сложнее получается при перевороте вот этих уголков. Мы привыкли, что в методе для начинающих мы переворачивали кубик вот так. И в зависимости от положения неправильного уголка мы делали определенное количество пиф-пафов. Но в этом случае у нас движение вот это будет заблокировано. И мы не сможем сделать пиф-паф. Поэтому здесь придется переворачивать уголки немножко по-другому. Нехитрый алгоритм, который ранее использовался в методиках для начинающих, выглядит он вот так. Располагаем перед собой уголок, который нужно развернуть. И если желтый цвет смотрит на нас, мы первое движение делаем R. Второе движение F'. Возвращаем, возвращаем. Повторяем еще раз. R, F', R', F. Видим, уголок повернулся нужной стороной. Здесь все размешалось, но так же, как и в стандартном способе, этого бугаться не стоит. Просто вот на это место подворачиваем следующий уголок. Если здесь желтый цвет смотрит вправо, то первое движение делаем F'. F', R, F', R'. То есть два движения туда, два обратно. F', R, F', R'. Видим, все уголки развернулись. И нижние слои тоже собраны. Покажу еще один пример, чтобы было точно понятно. Вот, к примеру, необходимо развернуть четыре уголка. Берем перед собой. Первый уголок желтым цветом смотрит на нас. Поэтому начинаем с движения R. То есть как бы ставим палец на него и делаем движение. R, F', R', F. R, F', R', F. Здесь всегда повторяем по два раза. Подворачиваем следующий уголок. Неважно, этот или тот, любой. Здесь справа. Поэтому начинаем с движения фронтальной грани. F', R, F', R', F', R', F', R', 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 R'. Уголок развернулся, все хорошо. Следующий. Перед нами. Р, F', R', F', R', F'. Следующий. Первое движение будет F', F', R', F', R', F', R', F', R', F', R', F', R'. И вот ОЛЛ собрано. Если вы владеете алгоритмами ОЛЛ, то можете использовать любые алгоритмы, которые задействуют движения R, U, F'. Они все будут работать. Если есть какие-то алгоритмы, которые используют дополнительные движения, либо те, которые невозможно сделать по-другому, то можно опять же сделать в два этапа. Сначала крест, потом перевернуть уголки, либо сделать крест, а потом уже дособрать все рыбками. К примеру, вот такую алгоритму можно сделать через три пиф-пафа, здесь за раз. Либо такая буква T спокойно тоже делается в один алгоритм. Ну, к примеру, если использовать базовый алгоритм для глаз, он задействует движение D. Здесь проще выполнить через две рыбки. То есть делаем одну рыбку, получаем левую или обратную, делаем вторую рыбку. То же касается алгоритмов уши и восьмерка. Здесь для обычного решения требуется движение двойного слоя, что у нас невозможно, поэтому лучше сделать через две рыбки. Для ушей делаем обычную рыбку, получаем опять же обратную. Для восьмерки вот из такого положения делаем обычную рыбку и отсюда уже делаем обратную. Можно делать, конечно, через левую грань, но придется кубик перехватить и делать рыбку, используя L и U. Что касается вертолета, его можно делать либо через две рыбки, либо использовать обычный алгоритм. Через две рыбки это будет выглядеть вот так. Делаем правую рыбку и еще раз делаем правую рыбку. Обычный алгоритм для вертолета тоже работает. То есть, без вот этого можно обойтись, если ты знаешь OLL. Переходим к PLL. В методе для начинающих мы сначала расставляли ребра, потом расставляли углы. Если мы попробуем сделать это на данной модели бандажного кубика, к примеру, у нас синий-красный ребра стоят на месте, делаем алгоритм, переставляющий два ребра. Ребра у нас собираются. Остается переставить углы. Хотим выполнить нужный нам алгоритм и блок не дает нам это сделать. Треугольник углов, к сожалению, невозможно сделать обычными способами на подобной модификации кубика. Поэтому гораздо проще сначала расставить углы, не обращая внимания на ребра, а потом уже расставлять ребра. Для того, чтобы расставить углы, нам потребуется формула под названием TPRM. Я о ней говорил в методе для начинающих. Выглядит она вот так. Сначала делаем пиф-паф. R' F R2 U' R' U' R U' R' F' И вот у нас все уголки встали на место. Это легко заметить. Как использовать этот алгоритм? Находим глаза. То есть два угла одного цвета на одной стороне. И эти глаза нужно расположить слева. Вот здесь. Поскольку алгоритм TPRM меняет два вот этих угла, ну еще два вот этих ребра, что нам сейчас пока не важно. То есть вот эти два угла, если их совместить со своей гранью, они будут стоять на местах. Располагаем блок сзади, слева. Два угла слева. И делаем TPRM. Пиф-паф. R' F R2 U' R' U' R' U' R' U' R' U' R' F' Получаем все углы. В случае, если двух углов одного цвета, то есть глаз, ни на одной грани нет, мы можем сделать TPRM два раза, либо использовать еще один алгоритм, который многие уже опять же знают. Он называется копье. Копье переставляет два угла по диагонали. То есть глаз нет ни на одной грани. Делаем копье. F R U' R' 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 F' F 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 Нет, глаз не с одной стороны. Делаем т-перм из любого положения. И, на удивление, глаза появляются. Располагаем их слева. Делаем т-перм еще раз. Доворачиваем. Все углы стоят по местам. Дальше нам остается расставить только ребра. И для того, чтобы расставить ребра, нам потребуется еще один алгоритм. Его в методе для начинающих не было, поэтому покажу чуть подробнее. Выглядит он следующим образом. R U' R U R U' R U' R U' R U' R U' R' U' R' R' U' R' R' Этот алгоритм перемещает ребра по треугольнику. Вот так. Это ребро сюда. Это ребро сюда. Это ребро сюда. Если у нас хотя бы одно ребро стоит на месте, мы располагаем такой тройной блок сзади и выполняем этот алгоритм. Если вот здесь цвета противоположные, то у нас с первого раза все ребра станут по местам. То есть, вот это пойдет сюда, красное пойдет сюда, зеленое пойдет сюда. Давайте проверим. R U' R U' R U' R' U' R' U' R' R' 2. Это аналог такого же алгоритма, который делается через средний слой. Ну, здесь средний слой блокирован, поэтому приходится делать через правую верхнюю грани. Из любой ситуации мы сможем выйти при помощи одного вот этого алгоритма. К примеру, вот у нас крест в стороне. Если вы не знаете алгоритма через правую верхнюю грань, вы можете сделать тот самый U' R' 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 R' U' U' R' 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 R' B' Dоворачиваем, все собрано. Ну и в случае вот такой ситуации, когда опять ни одно ребро на месте не стоит, делаем то же самое. Выполняем алгоритм один раз. Собирается ребро, ставим назад. Вот, выполняем еще раз. Все. Для тех, кто хочет, имея минимум знаний, собирать Fused Cube, этого материала достаточно. То есть, при помощи T-Perma собираем углы, при помощи U-Perma собираем ребра. Те же, кто знают PLL полностью, ну или в большем объеме, могут использовать любые алгоритмы, которые решаются через R, U, F, а их достаточно много. К примеру, та же лямбда, правая лямбда, мы можем спокойно решить сразу, поскольку только движение R, U, F здесь используется. Также, алгоритм для некоторых восьмерок удобно делать тоже через движение R, U, F. К примеру, вот это. И кубик соберется. Ну, то есть, если алгоритм использует R, U, F, то его можно применить и за один раз собрать кубик. Если нет, то опять же используем T-Perm и выходим на одну из четырех ситуаций. Это может быть U-Perm в эту сторону, которую я показал для метода для начинающих. То есть, стандартно. Делаем. Если U-Perm в другую сторону, либо можно сделать обратный алгоритм, либо тот же алгоритм с этой стороны, либо можно сделать через левую руку, поместив блок справа. L-U, L-U, L-2. В случае, если крест сторон, то есть алгоритм через R, U, который используется в сборке одной рукой, Некоторые в больших кубах используют Это R2, O2, R, O2, R2, O2, R2, R2, R2 В случае Z-перма можно опять же через 2U-перму решать Либо использовать алгоритм через RU Я его не использую в обычных сборках Но для порядка здесь его приведу С такого положения Блок опять слева-сзади U, R', U', R, U', R, U', R, U', R, U', R, U', R2, U', R, U' Алгоритм не обязательно, но кому-то покажется, наверное, удобным То есть, в принципе, ограничения в этом кубике есть Но их легко обойти Для закрепления материала покажу одну сборку с объяснениями Собирать буду при помощи максимально Фридриха Видим зелено-оранжевые Ну, сначала поставлю, например, вот сюда Зеленый Пока поднимаю оранжевый сверху Опустим оранжевый, опустим зеленый Крест готов Дальше собираем пары зелено-красную и оранжевую-синую Вижу зелено-красный, зелено-красный Пробуем собрать Здесь пара трехоловка не соберется Собираем зелено-оранжевый свод И доставим отсюда зеленым книзу Вот так вот Устанавливаем пару Собираем синий-оранжевый Вот она Собираем Видим, что опять цвета вот эти не совпадают То есть, пару мы просто так не поставим Любым способом устанавливаем пару в этот свод И достаем уже другим цветом Отсюда все хорошо Ну и зелено-оранжевый пару Любым способом ставим на место Ну, как-то неинтересно Скипанул ойлау Сейчас я его разрушу Допустим, выпал вот такой вот петух Ну, кстати, этот петух можно Сделать одним алгоритмом Сделаем начало рыбки И выходим на букву Т Ну и что у нас получается? Получается Юперм Юперм, причем левый Давайте сделаем его слева Либо можно дважды повторить Обычный Располагаем блок сзади И делаем отсюда Вот и все При желании Этот Fused Cube Можно собирать чуть дольше Чем обычный 3х3 Совсем чуть-чуть Ну, из-за того, что он крутится Чуть попроще Ну, возможно, кто-то додумается Сделать такую модификацию Из какого-нибудь скоростного кубика И там можно небывалые какие-то характеристики Развивать скоростные Но Модификация не сложная Надеюсь, объяснил я доходчиво Может быть, в будущем Какие-то еще бандажные версии Будут на канале Посмотрим А на этом все Тренируйтесь И все у вас получится Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok